Благо есть, исповедуйтесь, Господи, и пейте именю Твоему Вышне. Возвещайте за утро нас Твою и истину Твою на всякую ночь. Десяти струнам псалтиры с песною ушлих, Яко возвеселивны си, Господи, в творении Твоем, И в деле руку Твоей возрождайся. Добрый день, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем разбирать псалтирь. И сегодня у нас с вами 42-й псалом. Предыдущая передача была посвящена 41-му псалму. И вот сегодня 42-й псалом является частью, продолжением 41-го псалма и тоже является таким утешительным псалмом, особенно тогда, когда мы чувствуем оставленность, когда враг восстает на нас и в духовном отношении, и тогда, когда видимые враги тоже на нас восстают, то есть причиняют нам немалое зло. Всегда нужно читать эти псалмы, и они, конечно же, будут давать нам надежду на то, что в любых трудных ситуациях мы всегда должны уповать на Господа, и Господь никогда нас не оставит, но всегда будет являть и Свою помощь, и заступничество. Конечно же, нужно помнить о том, что Господь дает испытания на определенное время, но потом явно являет для каждого из нас свою милость, потому что Он Бог наш, а мы люди Его, Он любит нас, ну а мы всей душой и сердцем стремимся к Нему, и не только тогда, когда нам тяжело и трудно, но для нас всегда является радостью общение с Богом, потому что без Бога для человека жизнь, она и темная, она и страшная, и без Бога человек ничего не может достигнуть в этой жизни. Помните, как Христос сказал, «Без Меня нечасо же творить и можете». Наши предки говорили, без Бога не до порога, и только во свете Твоем, говорит нам, церковь, мы узрим свет, то есть мы увидим во свете Божьем и свет земной, и свет земной никогда в истинном виде не преломится без света Божьего. И, конечно же, как начинается этот псалом, мы говорим о том, что каждый псалом имеет свое надписание, но не у каждой, каждый псалом надписан, как бы обобщая определенный смысл, заложенный в этом псалме. Вот здесь говорит псалом, «Давиду не надписан у евреев», не надписан лишь только потому, что он является продолжением предыдущего псалма и является тем же пророчеством окончания Вавиловского пленения еврейского народа. Но мы всегда говорили с вами, сейчас еще раз подчеркиваем о том, что каждый псалом имеет еще и некое такое христологическое пророчество, то есть оно пророчество о Новом Завете, и, конечно, мы не раз говорим о том, что псалмы говорят и о явлении, и о пришествии Христа на землю, поэтому мы говорим о псалме и его буквальном смысле, таинственном смысле, и христологическом смысле, то есть о пророчествах о Христе. «Суди ми Боже, и рассуди прю мою». То есть здесь псалмопевец Давид взывает и говорит, «Господи, будь моим судьей, и рассуди, что происходит, то есть дай оценку тем событиям, которые происходят, и тем людям, которые сегодня поносят меня. От языка непреподобно уточает, кого называют языком непреподобным, народом непреподобным, вообще рук мы должны понимать, что такое, и кого вообще называют преподобный, что за слово такое преподобный, преподобный, корнем этого слова является подобный. Подобный кому? Вот мы называем преподобные отче Сергия, преподобные отче Серафиме, Серафим Саровский. Так мы называем святых. Почему преподобные? Потому что они уподобились жизнью своим самим ангелам, они уподобились жизни своему Богу, потому что они во всем подражали своей жизнью. А вот как раз непреподобен – это тот народ, который не живет по закону Божьему, который уподобляется самим себя или бездушным языческим богам, в которые он вкладывает те законы, которые подходят этому человеку. Поэтому этот народ непреподобен. И вот здесь псалмопевец просит Бога быть судьей. Почему тогда этот непреподобный народ от человека, он еще его называет «неправедно и льстиво избавимя»? Ну, от человека. Конечно, мы понимаем, что здесь можно, конечно же, псалмопевец Давид очень глубокий смысл вкладывает. Человеком в единственном числе можно назвать и человека, который неправедно поступает и льстиво в нашей жизни, но и также человеком он называет в целом весь народ вавилонский, который и неправеден, и непреподобен, и в то же время льстивым. И именно от такого человека просит псалмопевец избавить народ еврейский. От такого народа неправедного просит избавить. Потому что мы, кто подобны Тебе, кто исполняем Твои законы, сейчас получаем поношение от этого народа. Правда ли это? В этом ли заключается, Господи, Твоя правда? И будь судьей. Ты правильен во всем. Дай оценку этим событиям, как бы мы сказали сейчас. И когда действительно мы несем какое-то трудное время, вот это вот поношение от тех, кто желает нам зла, мы всегда должны обращаться к этим словам. Они настолько глубоки. Неправедного человека, льстиво. Почему лесть сама по себе является грехом? Потому что льстец – это обманщик. Он никогда не говорит правду. И льстецом мы называем, конечно, врага рода человеческого. Если вот здесь, смотрите, какие идут сравнения. Непреподобен, неправеден и льстиво – это все указания не божественного стремления, а, конечно же, вот такого низменного стремления человека к врагу рода человеческого. Он непреподобен, он неправеден, он льстиво. И всякий человек, который не уподобляется Богу, который неподобен Богу, он уподобляется злой силой, и у него стремление уже не к Богу, а стремление ко злу. Поэтому вот это вот тоже очень четко нужно понимать. Не бывает у человека какого-то среднего состояния. Бывает состояние или стремления к святости, или стремления ко злу. И если человек не признает Бога, то он сам по себе не может быть праведным и преподобным. Он будет обязательно исполнен и непреподобства, и неправедности, и той лести, которая будет являться обманом для тех, с кем он общается. «Занятый еси Божий, крепость моя, вскую отринул мя еси, и вскую сетые хожду, внегда оскорбляет враг». Тоже очень глубокие слова. Не просто обращение к Богу, а говорить «ты моя крепость, ты мое упование». Я живу этим упованием. И если ты меня отвернешь, то тогда враг будет оскорблять меня. То есть и он оскорбляет меня, потому что я хоть уповаю на тебя, на мою крепость, но ты меня отринул в настоящую минуту. И поэтому я вот нахожусь в таком состоянии сеты, неровности. Конечно же, в состоянии, может быть, какого-то огорчения, какой-то ропота, потому что нельзя меня отринуть, хоть я и неправеден, но я твой. И у нас даже есть такое понимание, и некоторые говорят о том, что мы хоть и неправедны, но мы Божьи. И соль-то в человеке — это сохранить верность Богу. С этого и начинаются заповеди, и даже ветхозаветные заповеди начинаются с первой заповеди. «Аз есть Господь Бог твой, да не будет тебе других богов, кроме меня». То есть Господь сам требует от человека вот этой верности. И если я верен, остаюсь Богу в любых обстоятельствах, в любых трудностях, значит, я имею право просить у Бога милости. «Я плохой, Господи, я нехороший, но я твой сын». А мы знаем по народной пословице «хоть дитя и криво, да для родителей мило». И для Бога также мы милы, потому что мы остаёмся детьми не по принуждению, а по любви и верности к Богу, потому что Господь — наша крепость, Господь — наше упование, Господь — наша правда. И поэтому мы можем говорить такие слова. «Господи, по что оставил меня, если Господь на кресте, и Он говорит, по что оставил меня, если обращаясь к Отцу вот в трудную минуту?» Да, Господь никогда не оставляет. Да, Господь посылает это испытание для того, чтобы исправить пути наши. Да, Господь даёт нам для того, чтобы мы могли иметь оправдание в вечности, для того, чтобы мы могли иметь спасение. Но мы всегда можем обратиться к Богу и сказать, «По что оставил меня, если?» Потому что тяжело чувствовать эту оставленность. И разные были выражения. Помните, одна из последних сестёр Дивеевских, которая почти дожила до открытия Дивеевской обители, она вспоминала и говорила о том, что когда была революция, когда разрушались храмы, когда сестёр кого в тюрьму сажали, кого расстреливали, кого по лагерям отправляли, сёстры тогда разбегались и говорили, «Все против нас, и люди против нас, и мир против нас, и Бог против нас». То есть они тоже ощутили вот такую оставленность Бога в эту минуту. Бывает и в нашей жизни, когда мы ощущаем оставленность лишь только потому, что не меняется ничего в нашей жизни, и неправда царит в этой жизни. И мы по неправде получаем какое-то оскорбление и поношение, поэтому говорим, «Судиме Божие, рассуди Прю мою», потому что мы получили неправедное отношение от своих близких. И тогда, конечно, мы говорим, «Занеты, если Божие, крепость моя». Мы всегда уповали на Тебя, Господи. «Ты наша крепость, вскую напрасно ты отринул меня, и напрасно я сетую хожу, потому что внегда оскорбляет враг, потому что те люди, которые не имеют веры в Бога, начинают смеяться. Ну вот, вы же служите Богу, а где же Бог ваш, когда вы терпите такие испытания?» И тогда вот здесь опять-таки, а как надо поступать? А как нужно молиться? А здесь нужно молиться не только о временности нашей жизни, но и о будущем. А как нужно молиться? И вот здесь Псаломопевец говорит, как он обращается к Богу. «Посли свет твой и истину твою, тамя настависто, и ведостами в гору святую твою, и вселение твоя». С одной стороны, мы, конечно, можем говорить о том, что действительно есть такой смысл, что призывает Псаломопевец Давид, чтобы и свет Господь явил, и истину, которую наставит человек, который покажет, куда ему идти, и, вернее, куда-то он знает, ну, каким образом идти, и который ведет меня в гору святую свою, в селение твоя, на гору Сион, в храм, конечно же, в храм, где он, где является дом его, и вселение твоя, вселение Бога – это храм. Мы с вами говорили и в прошлом, в храм, именно Соломонов храм является домом Божиим. Для каждого еврея это понятно. Если ты хочешь пообщаться с Богом, ты иди в его храм. Поэтому он был единственный храм во всем еврейском мире, и все они приходили к Богу. Не Бог к ним, а они к нему шли. И вот эта мечта – вернуться не просто на свою историческую родину, а вернуться к тому месту, где есть селение Бога. У них вот такое стремление. Но опять-таки без Бога это невозможно осуществить. Но, конечно же, вот здесь все святые отцы раскрывают нам, конечно, и христологию этого псалма, потому что глубокий смысл заложен. «Посли свет твой и истину твою». Кого просит псалмопевец Давид послать? Не только в земном понимании света и истину, потому что мы знаем, что истину невозможно найти на земле. Какая бы она ни была истина, она будет относительно. А кто является светом? «Аз есть свет», – говорит Христос. «Я есть истина и живот». «Он истина». Помните, когда вопрошает Пилат, что есть истина? «Христос есть истина». «Я есть истинный живот и путь», – говорит Господь. «И здесь и там и она ставит, и ведоста в гору святую твою». «Вот он, путь и вселение твоя». Только через Христа мы можем войти в жизнь вечную. Только через Него мы можем подняться на гору святую. Только через Него мы сможем стать жителями, конечно же, небесного Иерусалима, как града Божьего. Поэтому вне Христа человек не может войти в вечную жизнь. Вне Христа человек не может получить избавление от тех скорбей и трудностей, которые он испытывает в жизни сей, и, конечно же, которые он испытывает и на своем духовном пути. «И в Ниду к жертвеннику Божьему и к Богу веселящему юность мою». Тоже глубокие слова. «В Ниду к жертвеннику Божью». Какому жертвеннику? Естественно, жертвеннику, который находится в храме Соломоновом. «Но как к Богу веселящему юность мою». Вот здесь толкователи говорят о том, что если говорят о юности, то, конечно же, псалмопевец Давид как бы пророчествует и говорит о том, что после Вавилонского пленения не каждый сможет войти и вернуться на родину свою. Но те, кто зрел и ушел туда, он обретет смерть в этом пленении. И только те, кто родился в пленении, может войти в землю обетованную, вернуться назад, конечно, и войти к храму и к жертвеннику. Но в то же время нужно говорить о юности. Чем прекрасна юность в духовном отношении? Конечно, юность – это время нелегкое, непростое. «От юности моя будет меострасти». То есть юность – это время сильной духовной борьбы. Юность – это время неосознанности своей жизни, неосознанности тех поступков и грехов, которые человек совершает. Не помени, говорит псалмопевец Давид, грех юности и неведения моего. И неведения моего. То есть действительно, юность, она наполнена именно этим. Но юность – это сила. Юность – это горячность. Юность – это стремление. И именно юный человек, обладающий таким потенциалом, возгорается к Богу настолько горячо, что доходит до пределов святости. Вот, в которой живет и далее простирается к совершенству уже в Царстве Небесном. Вот поэтому, когда псалмопевец говорит именно о веселящей юности, к Богу веселящему юность мою, именно то, что служить надо Богу вот с таким потенциалом, который обладает юноша, но не в той расслабленности, в которой уже пребывает человек в старчестве. «Исповем все тебе в гуслях, Боже, Боже мой!» Но, конечно, когда я вернусь к шертвеннику твоему, конечно, как я буду исповедовать себя? Так, как и раньше. Так, как всегда служили при Соломоновом храме. В веселье, в радости, в полной отдаче, которая все выражалась через гусли. И какую любовь показывает псалмопевец к Богу. «Боже, Боже мой!» Вот такими нежными оборотами, крепкими, сильными он обращается к Богу, потому что через это выражается великая любовь к Богу. «Вскую прискорбно и си душе моя, вскую смущаешь имя, уповая на Бога, яко исповемся ему, спасение лица моего и Бог мой!» И такими же словами, как и 41-й Псалом заканчивается, и 42-й Псалом. Удивительно, конечно, потому что вот всяким повторением, которое очень часто встречается в псалмах, псалмопевец Давид ставит некий акцент, повторяет, что главное вы должны вынести из этого псалма, из этой мысли, из этих пророчеств, которые говорит псалмопевец. Опять-таки, некий упрёк, что ли, или некую надежду вселяет. Псалмопевец когда говорит, «Вскую прискорбно и си душе моей, вскую смущаешь имя, уповая на Бога, яко исповемся ему». Вот, уповая на Бога, никогда не огорчайся в жизни. Да, жизнь исполнена тяжёлых испытаний. Да, трудностей много. Да, будешь терпеть и от близких своих поношение, и от врагов будешь терпеть поношение, и от начальствующих будешь нести поношение. Всё будет в жизни твоей. Но не думай, что от них совершается всё без воли Божьей. И Господь тебе даёт это поношение, это испытание для того, чтобы закалить тебя в добродетели. Но ты помни, что ты всегда в сердце Бога. Ты всегда пред лицом Божиим. И Бог тебя никогда не оставит. Он обязательно тебе поможет. Он выведет тебя, потому что Он Бог твой, а ты Его чадо. Он любит тебя. Только ты должен уповать на Бога. Никогда. Какие бы трудные испытания не явлены были тебе, ты всегда должен помнить, что Бог с тобой. Проси, молись, словословь, благодари Бога, и Господь, конечно же, поможет тебе. Это очень важно, особенно в наше время, когда наша вера становится поверхностной. Когда наша вера испытывает некое преломление через те ценности, которые являются в этом мире. И мы начинаем просить у Бога. Вроде бы правильно поступаем, но видим, что Бог не сразу нам даёт или не даёт просимого. И от этого человек начинает озлобляться. И ладно бы это озлобление, которое привело бы его просто к неверию, но в основном сейчас это озлобление приводит его к вражде с Богом. И некий, эта вражда, конечно, проявляется с Богом, невозможно воевать, потому что Бога никто же видел нигде же. Значит, через видимое воплощение Бога здесь на земле, а мы знаем, что Бог в сознании человеческом, в сердце человеческом поддерживается через веру, через святое православие. И поэтому мы сегодня видим очень многих людей озлобленных, которые борются с Богом через верующих людей, через священнослужителей, которые всячески поносят церковь. Это ведь те люди, которые не имеют против конкретного человека что-то, потому что они его не знают, потому что они с ним не знакомы. Но если он священник, то вся злоба, вся ненависть выливается на него через вот такие суждения. Что бы ни случилось со священником, сразу же какая-то яркая статья, сразу же какие-то бывают блоги, то есть комментарии, и блогеры такую ненависть ульют на священника, как будто он самый негодный человек в этой жизни. А не он, просто у этих людей не сложилось с Богом. Всегда помните о том, если кто-то говорит плохо о священнике, вообще в целом о священнослужителях, о епископате, или кто-то говорит плохо о церкви, этот человек не видит, может, зла, но он выясняет свое отношение с Богом. Оно не сложилось. Почему? А потому что, когда было тяжело и трудно, не хватило у него упования на Бог. Еврейский народ 70 лет терпит вавилонское пленение. Россия 70 лет пленение терпит безбожного, безбожных властей. И кто остался с Богом, кто уповал только на Него, кто знал, что Бог все равно даст избавление от этого лютого пленения, как тогда вошли верные в радость с Господом, так и сегодня только тот, кто сохраняет это упование на Бога, может рассчитывать на то, что он будет в вечности. Поэтому такими словами и заканчивается этот псалом. И мы должны его понимать в рамках, может быть, не только святоотеческого суждения, но и в рамках нашей жизни, сравнивая вот некие исторические этапы нашего отечества. в жизни конкретного человека мы поймем, что когда уповаем мы на Бога до конца, то это упование, как говорит апостол, никогда не посрамит вас. Поэтому псаломопевец Давид и заканчивает сегодняшнее, конечно же, псалом такими словами. «Вскую прискорбно исти душе моя, вскую смущайшими, уповай на Бога, яко исповемся ему, спасение лица моего, и Бог мой, спасение только от Бога будет, дорогие братья и сестры. Он нас утешит, он нам поможет». И вот такими опять-таки утешительными словами заканчивается этот псалом, который будем держать всегда в своем разуме и уповать на Бога. Сегодня мы закончили с вами разбирать 42-й псалом, и я прощаюсь с вами. До новых встреч!